Sony это компания, которая, ну, не очень хорошо удается продавать смартфоны, это правда, но зато у них получаются наушники, которые даже и сравнить толком-то не с чем, потому что они сильно отличаются от абсолютно всего остального, что есть на рынке. Притом иногда у них получается сделать даже два соседних поколения совершенно разными, и эти слова замечательно описывают WF-1000X Mark IV, о которых сегодня и пойдет речь. Японцы явно даже думают не так, как и вся остальная планета, потому что подход к дизайну и эргономике у них очень креативный и нестандартный. Например, у кейса этих наушников есть фишка, которую я не видел еще ни у кого. Крышка может фиксироваться, после чего она уже точно случайно не закроется. Гениально! К слову, спасибо за более элегантную шкатулку, потому как у Mark III она была уж слишком грубой. Сами наушники выглядят по меньшей мере необычно, и их внешность запоминается. Такие заточки вы вряд ли спутаете с чем-то другим, но в отличие от третьего поколения, дизайн четверок я уже не могу назвать спорным. Они выглядят очень гостеприимно и мило. А еще у них миниатюрный Type-C порт есть. Пузатенькие такие, мимимишные, уникальные, защищенные по стандарту IPX4, между прочим, и что важнее всего, довольно анатомичные. Несмотря на, казалось бы, крупные размеры, они хорошо садятся в ухо и надежно в нем держатся. Первое время я по инерции поправлял их с некоторой регулярностью, потому что привык свои наушники вечно в ухо заталкивать, чтобы не выпали. Но делать это, на самом деле, вовсе не обязательно. Эти ТВС держатся в ушах, пожалуй, лучше любых других затычек без ножки. В общем, Sony в этот раз поставили галочки по всем пунктам, без каких-либо компромиссов. Также они удивили меня довольно крупными носиками. У типичных, совсем беспроводных наушников, они заметно короче. А вот что действительно важно, так это то, что на эти носики мы будем цеплять. В комплекте с наушниками поставляются весьма необычные амбушюры. Это купольные насадки, но снаружи они покрыты довольно толстым слоем полиуретановой пены, со слабо выраженным эффектом памяти. В общем, они как мандаринки, только наоборот. В итоге мы получаем дополнительную шумоизоляцию и надежность фиксации от пены, но с повышенным относительно традиционных решений комфортом. Опять-таки, решение не совсем стандартное, и оно мне однозначно нравится. Есть всего лишь один нюанс. Если вы сильно брезгуете пенными насадками, то производитель как бы не дает вам никаких других опций, и придется докупать какие-то спинфиты отдельно. Довольно крупный корпус наушников по факту занят по большей части батареей, а также разнообразными датчиками и чипами, которые ей приходится кормить. Из доп. оборудования в нашем распоряжении имеются по три микрофона на каждый наушник, датчик приближения, датчик костной проводимости и новый чип обработки данных под названием V1. Начнем с микрофона. Момент первый. Распознавание речи и установка музыки на паузу с выключением режима прозрачности работают так же хорошо, как и в Galaxy Buds Pro, например. А вот насколько стабильно и не будет ли ложных срабатываний, я с уверенностью сказать не могу. Но все-таки с наушниками отходил я не так уже долго. Для понимания, первый глюк в затычках Samsung я поймал аж через несколько месяцев активного использования. Увы, таскать столько Sony у меня возможности нет, но в любом случае пока что с ними проблем у меня никаких не было. Мою речи не распознавали всегда, внешний шум с голосом не путали, на кашель не реагируют, ну а на звуки из оперы... Да, но впрочем это стандартная ситуация. Микрофоны системы ANC по меркам True Wireless наушниками не сильно страдают от ветра. Страдают, но не сильно. У конкурентов дела обстоят зачастую хуже. В настройках есть режим подавления этого типа шума. Я с ним игрался, но большой разницы не заметил. Быть может, на меня дул неправильный ветер, выполненный не по японским стандартам качества. Сами микрофоны и связанные с ними CVC шумодав, если кратко, лучшее на рынке. Во-первых, качество отделения шума от полезного сигнала несравнимо с тем, что дают другие беспроводные наушники. Во-вторых, голос искажают Sony намного слабее. Ну а чтобы голословным не быть, вот вам примеры, записанные через эти наушники. Звук пишется через Sony WF-1000X Mark IV. Я сейчас нахожусь возле довольно шумной дороги. Здесь ветрено, притом весьма ветрено. И вы можете оценить, насколько хорошо эти наушники улавливают голос, и насколько хорошо они отсекают внешний шум во время телефонных разговоров, потому что, во всяком случае, по идее, должны быть задействованы ровно все те же самые алгоритмы, которые используются при беседах по телефону. Это уже запись в помещении. Здесь практически идеальная тишина, за исключением небольшого шума, который пробивается сквозь открытые окна и легкого ветерка. В остальном здесь очень тихо, можете сравнить, скажем так, разницу в качестве передачи голоса в шумной обстановке и в идеально тихой. Распознавание ношения здесь работает не на базе каких-то микрофонов. Для этого есть отдельные датчики приближения, поэтому эта система не дает никаких сбоев. Если наушник вытащить меньше, чем на одну минуту, то когда вы его вставите обратно, воспроизведение запустится заново автоматически. Больше, чем на минуту, придется включать уже вручную. Sony являются лидерами рынка активного шумоподавления, и они до сих пор держат марку. Шумодав в WF-1000X Mark IV не может сравниться с их же технологией в наушниках серии WH. Но это все равно один из лучших шумодавов на рынке. Низкочастотный гул он устраняет практически полностью. С резкими звуками и разными ВЧ-помехами все уже не так сладко, но все равно очень хорошо по меркам ТВС наушников. Если вы боретесь за активное шумоподавление, то знайте, что японцы опять на коне. Разве это в четверках даже не так и NC, в офигенности которого я был уверен еще до того, как в руки их взял, а режим прозрачности. Я не помню ни одних наушников, которые ну вот вообще не искажали бы окружающие звуки по амплитуде, не добавляли бы какой-то синтетики, не меняли бы тональность голосов и так далее. Так вот, теперь мне будет что вспомнить, потому как эти затычки одеваешь и вот вообще нихрена не меняется. Все звучит ровно так, будто наушников у тебя в ушах и вовсе нет. Снимаю шляпу. Автономность здесь просто восхитительная. С выключенным шумодавом они у меня проработали больше 7,5 часов. Без него батареи хватает на 11-12. В режиме разговоров с опять-таки активным ANC вывозят больше 5 часов. Это просто космос. Если вы вдруг не ориентируетесь в средних цифрах по рынку, то сообщаю, что они в полтора, то и два раза ниже. Потому что если наушники покажутся вам крупными, теперь вы знаете, почему они такие, какие есть. Кофр их может зарядить полностью всего-то два раза. Но учитывая автономность самих затычек внешне шкатулки, я не вижу в этом никаких больших проблем. Поддерживается быстрая зарядка. 5 минут внутри кейса дают час прослушивания. Ну а сам кофр поддерживает ЧИИ, потому его можно кормить по беспроводу. Подключаются наушники по Bluetooth 5.2. Поддерживаются кодеки SBC, AAC и LDAC. Ешь! Ешь! А вот мультипойнт почему-то нет. В любом случае затычки быстро подключаются к уже известным им устройствам. Но от флагманских затычек за немало это деньги, хотелось бы все же чуть большего. Сигнал держит четверки лучше, чем принято. В месте, где большая часть наушников уже отключаются полностью, у этих только начинают появляться помехи и заикания. За звук отвечает 6-миллиметровый динамик, что на самом деле вовсе не жирно, так как у Hi-Fi наушников среднего ценового сегмента диаметр спикера бывает, например, 13,5 миллиметров. Ну вы поняли, излучатели здесь маленькие, но разместив их очень близко к звуководу, производителю удалось выжать из них достаточно приличный звук, который не ожидаешь получить от динамиков таких габаритов. Одним из явных изъянов этого решения является то, что диафрагме приходится очень хорошо работать для обеспечения нормального звукового давления, и это особо заметно по низким частотам. Они страдают от инерционности мембраны и не балуют выдающимися деталями. В целом, звучание у наушников по умолчанию довольно темное, верхний бас и нижняя середина в ощутимом избытке, потому мужской вокал у наушников излишне мясистый. Инструменты с низким тембром звучания сильно виртуально увеличены. Все, что идет выше, помало уходит в никуда. Наушники в стоке сильно страдают от нехватки высоких частот, и звучание их из-за этого довольно тусклое и не совсем правильное. Пресет яркий, поднимает все, начиная с одного килогерца. В общем-то, делает ровно то, что этим наушникам и нужно. Звучание не становится идеальным, все равно ощутимы некоторые ямки и другие косяки, но оно хотя бы становится искристее и натуральнее. Я понимаю, что мягкая и нежная подача это фишка Sony, но в этот раз они им хо перестарались. Хорошо, хоть этот субъективный изъян быстро и легко исправляется. Описывать жанровые предпочтения целевой аудитории модели я не вижу никакого смысла, потому как стоковый звук, например, зайдет тем, у кого ошибка нежные уши. Ну а все остальные при помощи эквалайзера подстроят эти наушники под себя и свою музыку. Единственное, что стоит рассчитывать на гипердетальное звучание, особенно на низких частотах, его здесь не видать ни в бинокль, ни без него. Но в конце концов это Sony. У них есть видение идеального звука, и они упорно следуют ему уже не первый год, о чем я не устаю напоминать из обзора в обзор. Так что если вам никогда не нравилось, как звучат Sony, это не те наушники, которые могут что-то изменить. Наверняка многих интересует, есть ли толк от LDAC, also known as LDAC. Краткий ответ? Да, очень. Развернутый ответ. Есть огромное отличие по детализации средних и высоких частот, которые легко заметить при использовании того же пресета яркий. По стандартному тюнинге разницу уловить будет не так просто, но вообще LDAC рулит. Если ваш телефон его поддерживает, тут даже думать не о чем. Обязательно юзайте. Подведем итог. Sony WF-1000X Mark IV однозначно одни из самых лучших, если не лучшая ТВС, которая создавала человечество на текущий момент. Они напичканы электроникой, у них есть упрощающие жизнь интеллектуальные функции, вроде распознавания речи и просто феерическая автономность, о которой конкуренты могут лишь мечтать. Да и шумодал здесь, как всегда, образцовый. Есть всего лишь одно но. Прайс. Наушники стоят 340 долларов США. Для понимания того, насколько это дорого, True Wireless затычки с более высокой ценой на локальном рынке можно пересчитать на пальцах одной. Но максимум полутора рук в зависимости от ценовой политики каждого конкретного магазина. Так стоит ли игра свеч, спросите вы? Ну, в общем-то, да. Если еще в прошлом поколении людей мог справедливо отпугнуть, скажем так, своеобразный дизайн, то в этом году он получился максимально нейтральным и при этом удачным. Поэтому новые флагманские ТВС от Sony я рекомендовать к покупке могу смело. На этом у меня все. Спасибо всем, кто нас смотрит. Спасибо всем, кто нас поддерживает лайками и комментариями. Ну, а если вы хотите монетой нам помочь, то в описании есть ссылка на Patreon. И вы, помимо того, что свое имя будете видеть на доске почета, получите доступ к разного рода дополнительному контенту в зависимости от ранга и независимо от ранга к нашей флодилке в Дискорде. На этом у меня уже совершенно все. Спасибо всем, кто с нами. До новых встреч. Пока.